В студии, в студии Киберарен ТВ, конечно же, Слэм и Таффа, ваши покорные слуги, давай уже покажемся всё-таки, вот что мы здесь. Ты прям настолько покорный, что... Эх! Такой раб-арены просто. Что нужно новый хозяин сделать? Я, например, сейчас буду качать карту Mirage, потому что на ноутбуке у меня её нету. А я, например, хочу показать, что в студии Таффа и Слэм и этого тоже нету. Почему нету? Есть. Ну, это я побаловался недавно. Ну, да неважно, ребята, у нас скоро начинается игра, давайте лучше сюда сконцентрируем своё внимание. SK Gaming, а Nexus, это... Датчане против шведов, это... Ну, это в первую очередь. Ну, и во-вторых, это игра между группой B. Группы B, а Nexus и SK ещё не играли, сейчас мы узнаем результаты после в двух матчей полного атора, осталось два матча группы B. Финны сегодня сыграют с немцами, а сейчас SK сыграет с Sun Nexus, и очень будет очень интересная зарубка. Ну что, по-моему, у нас здесь уже, кстати, ready все, и по-моему, все готовы биться дальше. Ну, да, думаю, готовы. Ну, сейчас будут рестарты, и будем смотреть всё-таки. Хочу, чтобы SK начали в атаке, очень-очень сильно этого хочу, буду болеть за них на ножах, они должны проиграть. Вот так вот. Проиграть или выиграть? Проиграть они должны и остаться в атаке. Я хочу на них за атаку посмотреть просто сразу. У меня вообще такой прогноз, что здесь anexis просто сейчас встанут в позу и получат дозу. Только что Slam в жёлтом говорил противоположно. Есть у нас такая позиция. Я тебе сразу правильно сказал, вообще-то не противоположно. То, что anexis порвут SK? Нет, наоборот, я тебе говорил. А ты сейчас про что говоришь? Я говорю про то, что сейчас SK выиграют anexis, я просто хочу, чтобы они с атаки начали. А-а-а. Потому что они в атаке играть умеют на этой карте и сыграть там многое. Так, ну да, я всё, я понял. Я понял твой изысканный ум, Slam. У тебя просто сегодня мана закончилась. Маны помол. Даже скилл джедая применить не смог. Скилл джедая тоже отдельная вещь. Ну что, можно писать волю, можно начинать. Удачной всем игры, друзья. И сейчас будет начало этого матча. Даже волю мы же там... Ну, давайте пока так попробуем. Будет басить, понизим. Да всё нормально будет. Ну что, пошёл раунд на ножах. Она же поножовщина. Сейчас шведы будут любить датчан. Вплоть до наоборот. И, как видим, опачки. Ну что, вышли с кам? Всё-таки вышли с ямой. Ну, далее, далее. Anexis им по месту, выходите. Зачем? Кто там скачет? Кто там с... Всё, обезьяны из СК просто все на ящиках. Кто-то убежал на ковры. Снэпи, минус гидрайт. Это хэдшот с ножа и всё, в принципе, огонь. Смотрим дальше за встречей. Слушай, самый сумбурный, по-моему, раунд на ножах. Это вот как раз на этой карте Мираж. Что это? Встречайтесь на мидле. Куда вы бежите все? Один уже на респе, другие на другом респе. Господи, это, по-моему, да. Это просто беспредельчик какой-то. Такое ощущение, что у них отпуск был в Амстердаме. Не отпустило пока. Решили поприкалываться. Так, так, вот. Фейс вообще пошел бомбу ставить. Всё, 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 вернулось. Атака. Есть одна тычка. Неплохо. Фейс. И вот гробан. Как же так-то, а? Ох, за нож. Минус один. И его режет Фейс. Просто прям попускает у ящика. Очень жёстко. Она их будет играть в атаке. СК в защите. Ну, вот я хотел атаку от СК просто. Я уверен в их атаке. Сто процентов. Я просто хотел посмотреть с долпаном на мидле. Я знаю, что они будут летать с Айвиком. Знаю, что это будет мидл по-любому. И роль АВП выполняет отрезающего. Слушай, ну давай представим к составу команды СК Гейминг. Это Фейс, Форест, Гитрайт, Робан и Делпан. Можно сказать, опять дебютант команды, который снова вместе с этими ребятами. Непорочный. Снова с этими ребятами. И он снова наш любимый Делпан. Ну и Анексис, это Берри. Занож. Ломи. Тема ножа актуальна. Снэпи, нуги, да. Тема ножа актуальна. Сейчас будет снова. Будет рестарт, скорее всего. Вообще-то будет, да. Даже не скорее всего, а будет по-любому. Ну, не так же им играть. Не с такой же штукой. Так, пока что. Что-то у меня прозвенело. Непонятная луха. Да все нормально. Смотрим за предложением. Я просто вот жду стартов окончательных. Мы уже вроде я проверил еще скайп. Мы еще вроде бы все написали. Гоу-гоу-гоу. Поположаем. Напомню, что сегодня вечером у нас еще будет одна игра. Это, конечно же, замечательные финны. После последнего турнира. После DreamHack. Я думаю, все-таки замечательные финны будут играть. Не знаю, с Лурпусом или нет. Не смотрел еще лайнапа предстоящего матча. Но с немцами. Ну, о немцах мы знаем в этой лиге меньше всего. Они самые, наверное, жесткие аутсайдеры. Ну, все-таки, конечно же, будут бороться. Это отличный шанс проявить себя. И, конечно же, парни. Парни будут стараться. Упрягаться. И уничтожать. И уничтожать. Я только что уничтожил. А может быть... Мы продолжаем смотреть. Ну, очень не на что смотреть. Ну, сейчас будет на что. Все, прошли наконец-то. Рестарт нормальный. Поехали. Поехали. Первая пистолетка. Так, Фейс, наверное, сыграет Б. Ой, у Анексис уже сразу. Все, пошли вторые ковры. Да ладно. Ну, я не думал, что они так нудно начнут. Ну, ребята, это уже не модно. Это уже тошно раунд на пистолетах за атаку. Ну, или попытка... Сейчас, сейчас. Кого подсадили? Фейсов, Фейсов. Фейс закрыл голову. Стоит под правой стенкой. Опять бинт спейс плюс джамп почему-то пропадает. И пауза в самый неподходящий момент. О-ой-ой, пауза скорее всего. Ну что, голова закрыта, хотя, по-моему... Он промазал. По-моему, он стрейк сделал лично. Он уже промазал, он промазал по одному человеку. То есть тут открывался дигл, сейчас у него дигл, он скорее всего убьет. Просто вот сидение под правой стенкой. Удобное, но не всегда эффективное. Но не такое, как под левой. Ну да. Хотя нет, нет, под правой нормально. Думаешь? Да, под левой сложено вроде бы. Ну, давай сейчас я даже посмотрю специально. Ай, а все, мне никак не это сделать. Ну что, друзья, снова пауза. Вот после пистолетного раунда где-то на Эках, возможно, кто-то отвалился. Ребята борются с Яком. Не, у него закрыто нормально все. Вот на такой модельке, как у меня все. Вся огонь. Ну, на такой модельке, как у меня там полбашки торчит. Ну, там, что против него там дигл торчит и стоит, и как бы это будет жестко. Будет жестко. Ну что же. Не знаю, что даже сказать, что сейчас будет. Сейчас будет просто одна голова. Будет минус фейс, прорыв Б, я думаю. Просто, боюсь упустить момент. Покажи, пожалуйста, карту. Все, они на медле оставили Берри, значит, все будет окей. Но там Долпан его может сделать. Тут просто на фейса ломится 4, за спиной Форест в пленте, Долпан в центре, да, непонятно, что у него там с Берри закончится. Робан, скорее всего, все-таки через баню будет уже таким хелпующим, но он уже не успеет в эту атаку фейса и Фореста. Но все будет зависеть, как там парни зацепятся. Как вот этот парень зацепится. Тут все понятно. Тут все понятно. Ясно понятно. Да, сейчас вот кто даст первый минус, тот, скорее всего, возьмет раунд. Опа-па-па-па-па-па! И, видишь, я же тебе говорил, что это Дигл. Дигл здесь просто непростит. Блплент, Гэдшот Форест, опять за нож. Долпан. Долпан все-таки победил Берри. И вот Робан, да, с баней будет. И сейчас, специальная команда SK Gaming просто беты... Ой, беты, бе, извиняюсь. И, ну что, вот... Все, дождался, дождался Робан сейчас Долпана. Еще Гитрайта Долпан отдает колье. Сейчас будет неприятный момент. При выходе Глох, и да. Здесь, когда голову ждали, Гитрайт сразу получил по мозгам. Остался у нас старичок. Но старичка здесь раскидывает с Нэпи 1-0. Все получилось, как ты и хотел. Я сразу же просто вспоминаю. А Nexus, как они играли с Na'Vi, помнишь? Ну, это всегда проблема вообще у команды Na'Vi. Да, мне интересно сейчас. Все-таки, я сказать, это не Na'Vi. Это совершенно другой стиль. И... Ну, все-таки первый раунд получился. Опять же, этот простой банальный раунд. Четыре по правому. О, флангу. Туда уже Дигл нужно садить и его там просто ломать всем лица. Ну, это ясность и неясность. И сейчас будет, кстати, Дигл от Искат. И... Они уже заперли, в принципе, яму плотно. Чек ковров есть тоже с под моста. Ну, так. Такой легенький замочек. А ковры там два, по-моему, идут. Да, ковры два проходят. Один с яма. Тоже Дигл, это ноги открывающие. Ну, давайте смотреть, вот как Гидрайт здесь играет. Ну, и Робан, их тут двое. Третий чуть подальше немножечко. У него позиция такая, что можно вписаться. Все, обойму всадил, спалил позицию Робана. И Робана уже здесь ждут и уже будут чекать по домам. Ну, вот убили Робана. А, не били, могли, не били. Гидрайт тоже помог. Форс помог. Все, Гидрайт такой залетает. Как-то... О, шо, шо, шо. Калаш есть плюс. Не берет, не берет, не берет. А здесь Флэн, стрельба, минус два, бомба упала. Отличная игра от Кристофера просто. Да, да, его есть. Справа от Гидрайта двое. Включу ВХ. А вот где находится... Вот Дулпану надо как можно быстрее здесь... Нет, надо было подойти, отвлечь на себя внимание, чтобы Гидрайт мог уйти в ковры. Если бы он ушел в ковры, смог бы забрать девайсы и бежать бы оппонента. Они бы играли против бомбы, но все равно. Вот они, они идут. Они идут. Один наверх пошел. Да, Лобка сейчас будет здесь припираться. Все, прочекали. И Дулпан здесь просто... Ой-ой-ой, Форрес, нужный, нужный хэдшот оставил один на один. А вот один на один уже, можно, наверное, поломать голову сейчас будет датчанину. Не, ну он понял, он понял, что Дулпан... Либо он обошел сейчас в минус респа, либо это... Все, прицел уже на нужном месте. И Дулпану нужно доказывать, что он пришел не просто так в команду. Ставится бомба. Бомба из Думплентед. О, хорошо. О, хорошо. Дулпанул сейчас Ломи. 37-30. По хелсам. Есть стрельба. Ломи, да, добивает. Добивает. И, в принципе, без проблем. 2-0. Не, ну как без проблем? Ситуация вообще была критичная для Анексис. И шведы создали максимальное давление на своих соперников. Естественно, вот что на девайсах, нам предстоит ожидать, наверное, худшего. Просто вот первый эк, и деглы, и такой экшен жесткий. Ну, поехали. 2-0 за командой Анексис. Они неплохо начинают. Мираж, одна карта, группа Б. Первый матч в группе Б, первый тур. Следующий тур, как сказал Слэм, мы, по идее, воскресенье стримим вечером. Ну, да, да. В это же время. В это же время. В течение всего месяца. Ну, не совсем в это же время, на полчаса позже стартанули трансляции. Не знаю, с чем сегодня молодежь. Ну, окей, мы смотрим Фейса уже на Б-выход. Здесь у Фамаса, у СК. Рискованно. Фейс подбивает с флешкой. Его спалили. Дает все-таки флеш и уходит с флешкой. Ему сейчас будет очень тяжело. Получает флеш. Отвернулся красавчик. Где хэлпа? Есть. Мы построим. Выигранка в пускалку. Есть. Он встает. Ну, играет. Он встает. Он встает на планете. Бомба ставится. Хорошо, что там прощание. Но шведы тоже далеко, в принципе, зашли. Здесь... Ну, здесь тревожный шаг без робана. Ну, куда ж ты дупан? Подожди. С таким бомбом, конечно, флеш. А, и флешка на поле. ОС. Слабь, она своего слепила. Это вообще беда. Выходящий из бани получил флеш в нос. Это беда. СК, по-моему, тоже на курорте где-то находится. Треволь за аннексик. Что за матчу сегодня? Баню, конечно, надо было там крепить жестко. Там еще удобный момент был в том, что окно могли контролить. И нельзя было обойти, бежать. Слушай, ты у них снова со звуком. Что же происходит-то? Сейчас узнаем, что происходит. Тише, КС, говорят. Тише, КС. Да, кстати, я тоже... Вот так вот взорвался мозг. Да, как-то... Все просто на лоу. Вот, слышал? Да. Я общую тебя, звук на колонках, конечно, замечательно. Просто 3D. Просто нереальный. Ну, а мы продолжаем смотреть за встречи. Шведы, конечно, допустили роковую ошибку. Они взяли бай. 3D хрип. Брат, 3D хрип. Они взяли бай на третий раунд. И после этого, естественно, отдали его. Как бы, вернее, на второй раунд. Не на третий. Хороший раунд все равно. На третий, на третий. Слэм, запарься. Ты сам помнишь, что ты сказал? Давай смотреть. Давай смотреть. Гитрайт снова сейчас получит. Минус гитрайт. Хорошо. Снесли. Еще из Глока просто так прям предательски забрали. Совсем, наверное, это была катастрофа для Кристофера. Прям моральное обезвоживание. Получить такую плюху. Так, ну а тут сейчас будет врыв. Тут можно сказать так. Если аннексис берут сейчас дальше оружейные раунды и будут брать, то в СК будут большие проблемы. Снэппи, Омми, Берри. Ой, все вышли с одной точки. Ну что, будем делать ставки? 8-6, 8-7, 9-6 или 10-5? Нет, первая половина будет сыграна нормально шведами. Ты видел, что они творили на бай? Там просто они отдали перетяжку, грубо говоря. Это не критично. Если сейчас датчане будут дальше действовать прямолинейно, то будут просто получать пилюль. Очень жестких и долгих. Сейчас глянем. А тем временем у нас бегает какая-то собака по студии кашляет. Это не мы. Два кавры, один... Нет, даже три, нет. Один в РСП принимает, Ноги смотрит центр, один за нож у нас находится в правом туннеле. Ну, как-то сейчас собирают инфу. А Нексис, видимо, тоже не спешат. По пингу, кстати, все у ребят великолепно, что стоит отметить. Стрельбы нам нужно ожидать от Снэпи, пункт 4, 7, 9 у Фейса. Да, больше 25 нету. Опять же, Скандинавы. Ну да, Скандинавы. Все рядом, все близко, один провайдер. Так, Форест пошел. Все хорошо. Чекать подвал и центр. Ну, хорошо. Так, судя по вообще месту Планта, можем говорить, что пока, опять же, датчане просто играют дефолтик. Ну, они экспериментировают сейчас, наверное. Да, Плант на РСПе. Собирают инфу, ждут экшена, Снэпи вот уже экшен. Да, у меня здесь нет райс. Основной звено все равно будет атаковать, но они просто сейчас попытаются коридор занять на мидл, законтролировать. Ну, вот Форест за нож. Форест за нож, смотрим. Форест это ошел, да, за счет этого минуса на гидрайте, конечно, сейчас СК. И еще одно очень невыгодное ситуации. Опять же, сначала же аннексис добывают себе большинство и очень аккуратно. Они уже знают, что будут делать. Два, два, один. Если Форест не сыграет в сентри, то раунд 1000% за аннексис. Вот Дулпан играет с ВП. Хорош, это Аплент, выход пошел. Робан на своей же коронной позиции. Только один минус дают. Дулпан, еще разочек. Вообще классный прием на Апленте. Занож тут уже ждет Дулпан. Дулпан уже сюда прицел поставил, по-моему. Все, здесь уже Форест пришел. Какой-то минус отзаножал. Форест запарил сейчас своей флешкой. Похоже, Лиду Дулпан давал. Лиду Дулпан давал флешку. Форест нормально сыграл. Просто он вышел спокойно из зига. Лежал. Вархаду за нож, еще минус. Что же у него за нож-то такое, что он такие ставит. Просто раскорячки. Он просто очень любит нашу лигу. И он за нож. Он любит Старладера, да. Ну что, остался Фейс? Я специально сказал нашу лигу. Человек-лицо, все есть. Спинг 9 просто. Бери, убивай первого, второго. Вот первый пошел. Развод на деф. Не возьмет он, не возьмет. За нож-то с яму, за нож с яму в итоге не вышел. С ямы все, Фейс понял, что это не ковры. Он знает, где оппонент. А что он не понял еще? Он не знает, не вышел. А вот сейчас уже вышел. Казался! За нож, лол! Сколько минусов он сделал? Сел за нож. Он тут не минус, не минус ли 4 он тут зажал сейчас. Он прям вкорячил жестко просто в этом раунде. Не важно консоли пусти и посчитать что-то. Ну на одном, да. По классике. По классике. 5-0, аналитис, бомбят, искать. Сегодня просто день уничтожения авторитетов и топовых коллективов, по-моему. Просто красавцы. Ну еще неизвестно, какое будет это уничтожение во второй половине. А тут, кстати, получил Попопище с долбом просрелом очень хорошо. Либо его код снуло. Пока не ясно. Ну что, деглы пистолетов у шведов. Зачанам предстоит сейчас сыграть осторожный раунд. Да, мне сейчас предстоит еще один раз все-таки включить наш стрим. Ребят, послушаю просто наши звуки, опять угрожают меня все-таки. Все люди. Кто тебе угрожает? Угрожают, мне говорят, что что-то случилось. Что тебе за это будет? Ребята, у вас что-то случилось. Нет ничего, просто хочу проверить пока вот начало раунда. Так, ну а тем временем аналитис сыграли, медленно под а, стянулись, медленно под б. В принципе, шведы тоже поняли, в чем ситуация были бы девайс. Вот, в принципе, шведы тоже поняли, в чем ситуация были бы девайс. Вот, в принципе, шведы тоже поняли, в чем ситуация были бы девайс. Вот, в принципе, шведы тоже поняли, в чем бы девайс. Вот, в принципе, шведы тоже поняли, в чем ситуация были бы девайс. Вот, в принципе, шведы тоже поняли, в чем ситуация были бы девайс. Уважается четкая игра, это Annexis 6-0, сейчас уже пойдут целая серия оружейных раундов от команды СК, и они должны что-то взять в эти раунды. Мы не верим, что просто так вот игра закончится, когда команда СК не возьмет никаких раундов в защите в онлайн-лиге против Annexis на своей чуть ли не самой сильной карте. Но а вдруг не возьмет? А вдруг не возьмет? Бывает? Ну, Annexis непростые ребята. Опять же, в этом 2012 году они показывают, что они не дворовая команда, что не пацки с клуба, и то, что их... Ну, это связано, скорее всего, с тем, что просто исчезли МТВ с датской Counter-Strike-сцены. А Annexis без того посещали мероприятия, даже когда МТВ играли, поэтому у них, конечно, пик там такой наступил, небольшой популярности. Но я не считаю, что вот, например, такие игроки, как Берри, Нуки, Снэпи... Они, конечно, хорошие игроки, я не спорю. Команда, они, верно. Смотри, что Берри за ножем в центре дает минус, сразу ФАС, 3 плюс 2, Делпан дает минус в своей позиции. Убирает Робана. Ух ты, он в зигзаге, Снэпи! А Делпан сейчас уже ничего не сделал, тут единственное место опять. Тут нужен штурмовик, и вот Форест сейчас... Да, минус дали, 3 в 3, Форест в спине, все, надо Форесту идти сейчас внимательно, внимательно играть. Он знает, что Бома будет от ямы, надо подождать. Он также знает, скорее всего, что его ждут. Да, значит, что за ножом жестко просто, Форест, предусмотрительно сыграл. Ну смотри, Ноги, ситуация. Дать минус сейчас, и сразу развернуться, дать второй. Ай-яй-яй! Как же такое возможно-то, а? Не дал. Просто выстрел, а Форест прям сквозь пули прибежал. Ну, бешеный, бешеный Патрик сегодня у нас. Ну, наконец-то, вот они. Вот они, раунд для СК Гейминг. Как бы сейчас вот 8 подряд не зашло по Нексисам в ответку. Все-таки играют команды Хайлевела. Тут, наверное, просто на Нексис этот раунд восприняли как вездесущий Форест, который вроде под Бэбл. Опять здесь, и опять я вывяжу, и снова здесь. Человек-молекула просто. Так, тут сразу пошло нагревание, отломе интересное. Хороший простельчик там с респа просто проходил. А вот на экраунде там 2 пан даже получил минус 20 хпс. А здесь уже Гидрайт от этого простела получил. Ой-ой-ой. Конечно, жестко. Ну и Ларсон у нас открывает минус Снэпи. 4-5. Большинство будет играть позиционно. Пока по Нексис, в принципе, ничего такого жесткого в атаке не сделали. Ничего, тут посидеть и ждать дальше информации о распоряжении капитана. Занимает мидл тем временем АНексис. Пока что очень аккуратно прочекали люльку. Это подсад, кстати. Там очень прикольный момент, что на этом подсаде все закрывается АВП. И если бы кто-то вышел с люльки, то это было бы 4 в 4. Но пока они рискуют. Что у нас делает Занож? Ого. Ну Занож просто стоит, ждет здесь. Хитер какой-то. Хитер-бобер, конечно. Занож. Он как рыбак, знаешь? Он будет запрыгивать. Он ждет просто, когда будут атаковать с каналки. Потом он запрыгнет, пытается зайти в спину. Но тут опасения в том, что зиг. Ну все, атака начинается. Там роботы гитрайт на своих коронных позициях. Мне просто очень интересно посмотреть за ножа. Знаешь, я сейчас вот Робана выберу, а потом сразу за ножа. По первому экшену. Ну Ломи, Женя, открылся Занож, ворвался. Занож ворвался, ворвался в балкон. Все. Ну ай, яй, 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 яй. Такой врыв, я говорю, опять же, там надо атаковать в пятером нормальный, с минусами желательно. Чтобы он мог запрыгнуть и нормально пройти и в спину убивать. Вот это умазали СК сейчас вообще парням. Тут всякие идеи, задумки, датчан. А здесь просто... Unbelievable. 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 6-2. Тем временем и отыгрываться начинают шведы потихонечку. Радуя нас своими прелестями. Да как бы, знаешь, как бы не отыграли сейчас очень быстро. Здесь вот Делпан, Робан, Етрайт, все, здесь хватает трейх вообще на точку. Ну, не всегда, конечно. Опа, иди сюда, иди сюда второй. Вопчик, хорошо, зашли на точку. Делпан только один, с хаешки дал минус, добил Нуги. Две головы видел, ни в одну не попал. Сложно было. Сейчас может тумбу просто не поставить. Тут сюда дым, хае, флеш, флешки. К Делпану прилетает еще одна хаешка. Брать внимание, что на этот раз СК просто будет стенкой выбивать. Никто в спину не будет заходить, без преимущества играют. Да, знаешь, не факт, что будут выбивать. Да, Нексис, чтобы этот раунд отдать, надо четко, просто нереально. Нет, все-таки собрались, походу, идти. Сейчас есть флешка у Фореста, и после нее будет врыв. А, еще и фейсом, да. Напанил. Сейчас будет минус от Берри, пошел, минус Форест, либо с линком. Теперь можно было уже сейвиться. Делпан одного закрывает. Уходит, уходит, уходит. Да, теперь уже можно уходить. Надо дальше не стараться. Сейчас Делпан в спину умрет. Зан, сейчас его Берри. Оп, оп, нет, Берри не дал. Оп, Делпан исчез. Растворился. И еще, смотри, какая позиция хорошая. Хитер, Телпан. Ну, хитер-бобер, да. Шведский зато. Ну, Анексис снова ломает ход событий. 7-2. Но они еще не ломают ход событий, они их просто начинают. Не, они сбили опять эту штуку в раунды подряд, да. И сейчас опять 6 штучек подряд должно заехать в бухту. Снова забрали, да? Каскадейминг. Заплыть. Анексис это какая-то мафия, прямо на долю греет. А все деньги забрали. У шведов. Бедняжки, бедняжки шведы, конечно. Не, ну а дача 8-го раунда это уже такой знак символический. Там надо уже просто четко определять, будет шведом, что делать во второй половине. Так, Форест должен был слышать под собой сейчас игроков. Да, он уже чекает, он уже чекает. Здесь какой-то быстрый раунд на центре. 4 мидли, Робан, Гитрайт. Какой-то антираунд в ответ дают из ката. Тоже забрались перед медлом. Их очень много, Гитрайт дает минус, уходит из медла, а Форест ждет. Он даже видит эти голодаты, которые из подвала вылетают. Но не помнишь, когда четвертый раунд в четвером отдали, они сейчас снимают медл, потому что знают, что здесь будет контакт. Ты скорее понимаешь, что ему легче будет только стреляться с Анецис. О-й-й-й-й, я думал, что все, ушли дача, они, думаю, сыграли четко, но выходит Робан. Ну, старичок накрыл хорошо. Из дома, и из дома просто тюк, тюк и... Ну, обмирь, Берри, что делать, слушай, а? Ну да, но Анецис в этом раунде под колпаком. А не под долпаном. Занож только точно под одним, да? Так-так-так, Берри. Не, занож, он неувязвим. У него иммунитет ко всему. Он же занож. Занож кидает гранату и убивает восьмерых эннеми на паблике. После этого граната взрывается. Нет, убивает всех с ножа. Опа, долпан, хорошо, 7-3. Что ж, еще пять раундов остается. Анецис нам показывает неплохую игру, но мы видим местами тех самых настоящих. СК, и вот вопрос в том, как же все закончится. Так как это было в первом матче для Na'Vi, когда они выигрывали, выиграли, потом бац, камбэк, либо все же Анецис дожмут своих соперников. Ну, они могут продавить. Опять же, говорю, что у меня не такой. В интернете сильные коллективы свои первые матчи будут играть, ну, минимум. Так, а 3 плюс 2, фастом, два дыма на центр, по-моему, это от СК. И фаст, по-моему, наламывается, или из дымов придется выходить. Это опасное занятие. Вот, пожалуйста, вышел из дымов. Должен был двоих убивать. Скорее, туда просто выделывался. Гидрайт, долбан, врыв, панож, как пропал. Но все. Пропилил гидрайт, а в жим дал еще жесткий просто. Если бы он чуть-чуть повел вниз прицелом, вот третьего бы смог задеть. Ну, а это там 2 сотых, чем бы он там задел бы? Ну, задел бы неплохо просто. Он там 2-го видел, как сейчас просто в ряд. Он мог задеть только за душу команду ИСКА. Я не знаю, чтобы он обидел бы кого-то из игроков, если бы хоть что-то там задел. А так, видишь, ну, тупо с дымов выходить. Но надо бы сразу сказать, стоп, стоп, парни, не делаем это. Ну, что это было? Потому что первый выходил просто на прицел долбан. И второго, в принципе, долбан не убил чисто потому, что хотел папу фаст зум показать. А мог просто прицелиться и щелкнуть дальше. Ну, да. Может быть, так оно и есть. У нас здесь продолжается атака на этот раз с глоками. Это Б-плэн сейчас фейс будет просто устраивать, собирать, не собирать. Это будет бинго! Первый пошел, второй на выходе. Три. Вот, давай, давай, зажимай, братан! Вот Форест, какой Форест эгоистый. Посмотри, фейса даже не угостил по плюс 300. Зажал последнее, братану. Ну, что это? Так команда не должна играть. Ну, отличный датский фарш. Приготовили СК-гейминг. Сейчас команда неаксис на эго. 7-5. И, в принципе, СК практически сравняли счеты. Если пару раундов подряд сейчас могут вытащить, то... Ну, если там датский фарш, то... Могут и вытащить вообще весь матч. Можем на салатик, наверное, как скандинавский салатик. Салатик? Да, скандинавский салатик в этот матч можно назвать. Ну, начинался скандинавами только, знаешь, викинг вспоминаю и все. Ну, посмотри на Фейсо. И... 10 килограмм назад. И фильм русский про рыбалку. Был прям Тор. Ладно, давай смотреть. Замачиваем здесь опять. Анеаксис готовит. Опять 3-2. Вот теперь ждут, пока дымаются или не ждут. Или выйдут из дымы. Правда, Долпан сейчас не на этой позиции. Здесь всего лишь два игрока на Апленте. Не читают СК. Они все-таки пытаются... Ошиблись на чтении. Оставили двоих. В расчете на то, что не будет уже точно сейчас фастраунд. А он тут пойдет. И должен был уже Долпан перебежать. Не успел. Не успел Долпан перебежать. Так. Ну что, выходят. Анеаксис сыграет очень красивый раунд. Слушайте, вот поражают. Дали залп в Блент. Но здесь есть Долпан со своим просто адским УВП-1. Да он тоже тут поздно. Бомбка из Бирблент. Ну сейчас посмотрим. Баню туда закидают. Может мы сейчас увидим раунд, на который... Даже Чек Норрис не поможет команде искать сейчас. Да ладно, почему не поможет. Все поможет. Это позиции, знаешь, для УВАНа очень неплохие. Нужно просто первый фраг. Нет. Есть первый фраг. Там, обратите внимание. Посмотри на снайпе. Посмотри на снайпе. Он проходит в спину. К игрокам защиты сейчас выходит Слинка. И будет карать. Первый пошел. На него все. Внимание, 93 хп. Ноги в паре поддерживает. И разыгрывает против Фейса. 20 хп против 75. Все, все, все. Как? Как? Улетел. Или нет? Улетел. Улетел. Конечно улетел. Я думал не улететь. Что ты на перепонке вот эту вот разрываешь? Он же бросил и решил убить. Как он развернулся просто и попал по нему? Почему ноги по нему и вообще не стрелял? По кому? По Фейсу. В планете. В смысле Фейс развернулся, по инфе четко дал по башке. Вообще идеально. Он уже не стрелял. Он уже слышал бомбу. Он уже все. Он уже доезжешь. Фомаза Денмарк. Да какой Фомаза Денмарк? Тащит, тащит Аннексис. 8-5. Отличный раунд. И у Дулпана есть и ВП. Да, у всех есть Девайс, я смотрю. У Фейса разве что Дигл. Ну здесь уже 8-5. Начиналось все, конечно, драматичнее для СК. Да, но более-менее выровнялись. Выровнялись как-то. В ситуации в этой. Так, сейчас вот Форест может давать минус уже. Робану вообще отличный. Оп, 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 один хп. Робану просто отличный. Хаешка. Не ушел. Робану, кстати, отличные флешки в яму от своих тиммейтов залетают прямо не в лицо. Это не, это Дулпан. Все-таки видишь. Набросил флеш. О, извини, я только в команду пришел. Нормально все, сейчас выучимся. Сейчас выучимся. Все будет хорошо, да. Прости, Кэп. Красавелла, Робан. Ну, старичок жжет. Знаешь, на самом деле это может быть какие-то приколы. Я не видел, отворачивался ли Робан или нет. Типа накидывают флешки в ноли, а там сидит уже свой. Такие команды с виду всегда играют серьезно. На самом деле у них там вентрил творится такие безумные вещи. Так, минус Вейс, выход на Б. На самом деле, мы потеряли, там уже бомбят, бомбят. А замуж открыл хорошо. Открыл тупой и в итоге ставится бомба. А сейчас их тут могут закрыть очень-очень жестко. А бомба очень прикольно, кстати, ставится. Здесь тем более удалось занять за ножу позицию. Ноги минус, все, они план держат. Единственное, что нужно разыграть с Зигом нормально. А тут Форест кого-то в пузыке. И кухня, и кухня, Делпан минус. Ох, как поставил. В итоге врывается в точку. Остается Ломи Ласт. Знает, что по нему с двух сторон будет фокусить. Уходит за ящик. Делпан это АВП. Ну, опасная позиция против АВП, конечно, была. Ребят, все хорошо. Пока что довольно интересная встреча между командами. И концовка никак не ясна здесь. Здесь может произойти все, что угодно. И это только радует. Угодно все, что. Для вас 8-6. Ласт раунд, ну, 9-6 и будет нормально. Но если 8-7, сложно что-то сказать. Напоминаем, что мы смотрим Фнатик Лигу 2012 года. Первый тур в группе Б. 12 лучших команд Европы. В общем, здесь еще второй тур в группе А. В общем, просто второй игровой день мы смотрим. Второй тур, это везде первый тур. Но второй игровой день. Ну, да. Второй игровой день. Сегодня первый тур полностью закончится. Робан жмет 0. И тут сейчас... Ну, довольно равненько. Берри должен давать в доме минус. Даст. Ой-ой-ой-ой, он не увидел там игрока, убежал! О чем же они сейчас думали, а? У него релот был, он еще в центре видел. А чего в центр не выходил? Вообще никто никуда не выходит. Там пусто, понимаешь, пусто. Они все растянулись. Берри еще нет, он не может выйти с центра Таура. Они не понимают, как он туда вообще зашел. Что ты там делаешь? Теперь по нему уже пошла стяжка, двое по левым туннелям. Ого, а Снапи будет сейчас разводить на коврах. Сейчас Снапи будет убить. Ну, просто стреляет дым, показывает, что я есть на коврах. Там думаете, что мы будем нас плитовать. На самом-то деле он уже убежал, а Форест уже все прочитал. А нет, просто... Нет, он просто перекрыл центр. Да, все, все стягиваются. Скажи, что Анексис играет в тупичок, но... На фейса смотрите уже. Но если Берри сейчас разыграет нормальную слинка, то все будет окей. Ну, о-хо-хо, я же говорю, отличный просто головосчет. Прыгает холтэвэй, один снапи жив. Прыгает холтэвэй, размены. Ну, хэдшот был просто великолепный. Слушай, Дэлбан как раз попадался просто. Красавчик, вернулся, вернулся. 8-7, good health, это... Ну, вот когда такой счет видишь, он означает обычно борьбу во втором периоде. В любом случае, наверное, увидим. Но первый пистолетный раунд будет, наверное, тот еще кроволол. Последние рестарты, приготовление сервера. К происходящему. Неплохой матч, вообще мне все нравится. Сегодня вообще тут хороший день, хороший... Надеюсь, что и третий матч будет интересно, все-таки финны. Вот вопрос, с Лурписом будут играть или без? Потому что без получается лучше. Была такая информация, что Лурписа они хотели набрить. Конечно, я помню. Вчера, потому что я с Бондиком общался. Ты нам только так, где распечатывай, присылай и все. Атаку... Ну, да. Иди комментируй, старик. Иди комментируй. Не, ну, да. Ты отличный комментатор, зачем мы губим твой талант? Сказали, Винфак, Лурпис. Лурпис, наверное, очень сильно задумался после выступления на ЦПЖ Геймс команды. Винфакт, все мы его прекрасно помнены. Винфакт просто прошлись по всем, как, не знаю, как гвоздодер по заколоченной двери. Было очень жестко. Прямо... Ну, комьюнити, конечно, негодовало. Я читал там комменты к Хелтворгу. Давай пока включим. Давай. Пока что включим. Вот это хочешь? Давай вот так посидим. Посидим перед баннерами. Итак, друзья, перед вами команда, которая участвует на этом чемпионате и Барак Обама. С косяком. Это слэм. Что здесь сказать, друзья? Все, убираю камеру, потому что... Потому что у нас здесь еще нет рестартов. Трудно предугадать, что этот парень скажет в следующем секунду. Ну, да. Рестартов нет. Гитрайт и команда что-то обсуждают, видимо. И ждем начала второй половины. Так, что скажет нам наш судья? Это сербский судья. Передем его костю, привет. Нейтральный судья. Форма Сербия. Ничего не говорит. Молчит просто. Молчит. Я написал три точки, может быть он... Но он быстро понимает, что происходит. Вообще он должен был нам там сливать инфу, типа, когда пауза и все такое. Почему она стоит? Вот. Я пока посмотрю, наверное. О, как. Что ты хочешь посмотреть? Опять в зарослях сидят. Да, у нас. Болок. Папа где-то раздобыл эту сетку. Там был белый фон. Нормальный белый фон. Я вот так, знаешь, только я его долго ставил. Мы думали, у нас было несколько вариантов. Рисовать сегодня оформление студии под лигу Fnatic маркером черным на белом фоне. Либо тырить две вот этих вот камуфляжных сетки у танкистов. Все-таки решили с Сашей, что две сетки будут лучше, чем маркер. Хотя было бы весело. Ну да. Мы оставили белый лист для скайп-шоу. На белом листе можно будет рисовать очень многие приколюхи. Ну а тут пока... Рестарты пошли, между прочим. Лайв, наконец-таки, друзья. Посмотри, Никсон уже на русском. Ругается тебе в ответ на твой спам. Никсон такой. Научили его. Но он еще иногда вписывается в разговор случайный. Я пишу просто кому-нибудь привет. И Никсон такой, как дела, хорошо? Ну, давай, смотрите, уже у нас тут... Да, вот у нас уже Дулпан смотрит центр. Здесь два дэшечка было. Защита довольно классический стоит. 2-1-2, я бы так же сказал. Ну и... Атака фейкует. Это фейк с выходом на аплент. Сейчас раскидают аплент. А вот пойдут ли дальше или нет. Там еще может быть... Плюс тут еще два у спау. Форреста и Дулпана. То есть, чтобы вот сейчас надо зацепиться за раунд. Пошел в рейфломе минус 2. Втроем. Втроем выходят, заметь. Это вот видишь, в это время фейс и гитрайт поднимаются с подвала. Они только здесь. Уже одного потеряли. Что они придумали? Правда, у Берри 2 хп. Предстоит мидл сейчас просто. Да, форресту нужно идти давать фраги. Вот он и делает. Он идет в контакт. Заходит в точку. Фейс в этот момент подсаживает в каналку. И фейс сейчас будет в качестве поджимающего. Пошел отрезать. Ой, фейс отрезает. Опять перекрыли. Все, закрывают. Это 4 в 3. Здесь все решит именно контакт. Дулпан. Дулпан с форрестом. Вот это уровень просто. Вот это успы на дропы. И теперь... Ну и минус 3. Давай. Красавчик просто. Если, конечно, не с колоном родиться. Есть еще вот этот парень, который... Ну, за нож, конечно, показал себя. Но я думаю, здесь ему только предстоит взяться за нож и получить... Который сегодня был вторым после Чака Норриса. Да. Вот и, пожалуйста, СК сравнивают счет и... Теперь будут они атаковать и ввать. Возможно, рвать датчан. Игра покажет. Сегодняшний матч непредсказуемый. И интригующий. В Леонексе сейчас будет просто борода. Вот если они сейчас попытаются сыграть по стилю СК и закупиться на третий раунд, то будет очень-очень-очень тяжело. Ну, сейчас давай, смотри, центр быстро занимает атаку. Чекают, чекают, чекают. Видели дом. Я там говорю, что здесь никто не купил деглов. Короче, я не увидел ни одной гранаты, как бы, в арсенале датчана. Скорее всего, это будет один деграунд, и потом будет бай на ФАМАСах, как это делается. Хорошо, что обратил внимание, но не факт. Обычно вообще защита должна бегать со спами. Нет, по идее на второй раунд берется. Ну, сейчас посмотрим. Деглы, потому что денег нет. Ну, бывают. Некоторые неадекватно любят такое делать. Кстати, Форест вообще великолепно вышел. Просто первый на него втыкал, второй тоже, и в итоге минус два на А, минус третий, минус четыре, и за нож последний под Б. Форвер Лоун гуляет. Понимаю, что-то особо не с чего было датчанам просто. Они первый раунд скольких убили? Двоих? О, ну да. Двоих? Нет, троих, троих. Нет, нет, двоих, двоих. Двоих? Двоих, двоих. А сейчас убили одного, то есть у них там, ну, у них там... У них там беда, печаль, они могут сейчас взять арморы с деглами, могут взять. Вот сейчас, вот видишь, один дегл берет Беррест. Двоих они убили, четыре в три ситуация была. Ну, а потом они кого не убили. Все, за путь. Убили двоих они, тебе точно говорю. У них там ничего нет. Вот сейчас купили дегл. Нет, ну минус три дела. Вопрос, просто зачем? Это делать, если можно было купить в первом раунде, во втором, вернее, нормально по деглу, по армору простому сходить с ними. Да, ну, было бы вообще так больше возможно, даже если ты берешь деглой. И больше шансов было бы больше. Да, там бац, убили у спарги, убили у спарги, убили у спарги. Ты берешь там, тебе есть шансы засейвиться потом, что-то придумать. Ну, а так вообще... Лишь не факт, что это будет готово сразу же на второй раунде. Что это за КС, а Nexus? Ну, это вот стиль... Не втюхивайте нам как... Стиль инопланетяне. Не втюхивайте нам какашку в сломане, я хотел сказать. Да, да, да. Ой, хорошо. Берри, ах, не поставил он голова-шот по робану. Ну, Роберт нормально развернулся. На самом-то деле погрызли неплохо, но опять же могли и раньше взять. Действительно, если бы хотели брать, то... Короче... Все, смотрим. 10-8, а Nexus сами копают свою могилу. Ну, они не могилу пока копают. Но за нож берет АВП, и это опасно. И сейчас... Ох, будет от Мидла. Нет, под Б будет разыгрывать. От Мидла никто не стал играть, это вообще дерзость. Надо было брать Мидл-то. Что ж вы делаете, Васи? Ого! Вот сейчас бы на Мидле был бы контакт, можно было бы врубать, потому что респы... Это как, знаешь, по пьяне на даче закопать пару мин у себя в огороде и забыть. Это все равно, что играть без Мидла на Мираже. Так, вот, кстати, Снайпи, куда? Вот, пошел, вот сейчас контроль Мидла. Вот он, все, уже ВП за углом. На тебе, все, поиграть. А потом, на нать, на нать иностранца копать картошка. А сколько у них ВП? Два в защите сейчас? Снайпи, случайно, не СВП был тут? Нет, 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 нет. Ну, не СВП, ноги сайли, за нож, два ВП. Вот, все, за нож, все. А как уйти отсюда? Что делать? Ой, как... Я знаю, что делать, надо брать за вдуло и бить по голове сверху. Просто ни по кому не попал, никого не задел. Не, Фейси задел при выпрыгивании, но это уже, в принципе, нерешаемо. Не особо решит. Ой, еще и в доме там уже дали. Ой, ой. А Нексис просто сыпется в пух и прах налево-направо. Что-то ничего не получается. Берри пытается спасти свою жизнь, бежит и получает сразу под пинка. Ну, давай посмотрим за сейв от лома. Может быть, он здесь что-то сможет на сейве сделать. Хотя, ничего он здесь не сделал. Ну, судя по игре с этими парнями, такое не случится, как случилось с нами, да? У них все хорошо. Ну да, здесь мы не увидим продавки. Не, а было бы интересно увидеть, допустим... Ну вот, допустим, пусть бы Делфан тоже ушел в выпуск, а мы бы здесь увидели бы какого-нибудь... Ну, не знаю... Ну, Хитона пусть, или Спауна какой-то вот было бы тоже интересно. Нереально интересно просто. Нормально, спаун играет. Чё, кайф! Только по людей бы собралось посмотреть на это. Слава, у меня к тебе вопрос. Какая чать Counter-Strike лучше? Чать? В чате, да, мне написали. Какая чать Counter-Strike лучше? Фу... Ну что, друзья, новый конкурс. Придумываем, что такое чать в Counter-Strike. Ну, это часть, наверное, у тебя хотели спросить. И то вопрос, знаешь, довольно такой веселый. Какая часть Counter Strike Огонь! Хорошо, что есть такие люди, которые нас веселят, друзья 1.6 Такая вот неровная часть, но она очень неплохая Смотрим туннели, 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 здесь снайпы зажат в двух сторон Есть один... Горост! Проход первый есть, второго увидел, ну второго... Интрига упала в этом раунде 13 КП пытается дожать за нож, убивать Горосту А, он схватил, он все-таки схватил Кольт Я думал, что Кольт упал и все, его никто не схватил Он успел, он успел Этот парень ловкий, но... Экономный, но через забор не точно не привезет сейчас К сожалению, для таких, как он, играет команда Вот пока его одноловкость не спасает С двух сторон просто изо всех сил его прям выкуривали, беднягу Гидрайт ему дал гранату, угостил Слушай, меня тут спрашивают, я смотрю, что там с польскими глоками было позавчера Ну, короче, расклад такой, первый раунд проигрывают, потом бегут с глоками на сливе Ну и просто минус пять С глоков? Да Ну нормально, проперло, а потом проиграли с разницей в 7 раундах Да, как бы Дэмоны Что случилось в Польше? Видимо, к Евро готовится там Паша Приводит себя в форму, потому что туристки со всего мира будут приезжать в Польшу И нужно, конечно же, быть всем форме Все-таки, да, повелитель штанги и гири С АВП был не особенно великолепен, значит, наверное Ну что, фаст от СК, Дулпана с АВП выводят на поляну Три в центре ковры Гидрайт Так, по-моему, он пошел в аркаду Да, будет быстро выходить сейчас, ждем Я зря, я зря он так пошел Дулпана смотрим Смотри, тут трое стоят, Ломми один будет их забирать Вот, Дулпана, выпил, Ломми Первый пошел, размен Очень внимательно играет шведы на нападение Берри тоже дает размену, математически проигрывает Поддержки нет на пленте Единственный, кто был-то заношен, он сможет законтролировать только ковры Яма-то должна проходить спокойно Слушай, Берри, ну, неплохо... Смена позиций была сейчас Нет Плохо получил в лоб с флешкой в руках, конечно Ну, это да В итоге, смотри, Гидрайт, Гидрайт такой Как пантера просто двигается Гидрайт просто стиль очковой кобры Если кобра залезла вам в очко, то она очковая Но Гидрайт этого не получил сделать Форест и Снекси, и Анексис берут раунд за счет за ножа Уже, Слэм, столько полезной информации, обещай Вообще, 12-9 Это... Слушай, а если ежик уже зашел? Я просто спрошу, уже невидимый Туда залез-то он Кто он тогда? Не знаю Присылайте ответок там на e-mail Я имею ежик, который делает больно Хорошо 12-9 Итак, все становится интересно Есть деньги у датчан И есть задор дать камбэк и показать Вот на мой взгляд, слушай, Робан для этого старичка На этой карте действует уж очень как-то возбужденно Слушай, я, знаешь, вообще уже подвязал бы Я делаю крессивные действия, вижу, жесткие На самом деле, вот старичков-то уже скоро в киберспорте Тоже им возраст поднять Уже тоже, вот в 60, когда уже глаза не видят там И то в 70-80 Потому что если вот, допустим, так заниматься киберспортом, как Робан Он играет каждый день Что, у него реакция хуже, думаю, стала за эти годы, да? Там Это там цензура от меня Раунд продолжается, смотрим, заножен Заножец! Такой же заножец Ну, фейс проходит Точка, ставится бомба, заножен, спинаймел А, тут снэпи, все ясно Заношадался он, тут остался нуги Вот здесь шанс у нуги был отличный Уже, ну сейчас хороший раунд, 2 на 2 Они просто хотят после бомбы разменять Ну, зажат, да, конечно До отчаяния им приходится сейчас вот Вот таким приемом Таким приемом применять, как нуги в спину Нет, просто тема в том, что фейс, да, окей, а нуги, да, пошел Да нет, фейс просто вот побаивается еще Причем хорошо нуги идет, да Пока здесь сейчас фейс побаиваться будет У рыжая борода станет седой, оппонент принес А дулпан уже зашел, ой-ой-ой, ковры займет Ого, вот теперь все, и бомба стоит Не успел нуги буквально секунд 5 Ну я вот ожидал экзекуцию от нуги, ну по-моему И все, и видит дулпан зиг Сейчас должен минусовать зиг Смотри, смотри, смотри на нуги, смотри на нуги Он видит дулпан в мульте, минус 1 дает И знаешь, что дулпан в камеру Ой-ой-ой, как там дулпан просто Мог влепить же, дашь, есть же, жа Сработали все-таки, ну вот дулпан Вот он четкий датский марапупинг Зашел в спину в самый неподходящий момент Шведы даже не догадались, что он туда пошел Просто даже и подумать не могли, что он это сделал Они ожидали прямого контакта Они вообще не думали Поэтому АВП занималась, чтобы смотреть ближайшку Причем пойми, они команда топ-левел Они видят игроков 25 или больше секунд И вот как ты сказал Вот никто даже не подумал, что сзади там могут зайти Ну тут, конечно, надо быстро до такого Нет, к такому надо подходить очень долго, чтобы так ориентироваться Но могло все не получиться, опять же Если бы додумались шведы до того, что их могли прошить спину Так, интересный прострелл пломя Так, у нас такой же раунд играет сейчас СК гейминг, блокпан, центре, два А, три ковры, даже немножко апгрейд Один робан будет в центре А тут, кстати, его снова поджимают в упор Берри уже в нуле Да, 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 да Идет дальше Ой-ой-ой, они разминулись в секунду Да, вот Берри пошел Его ждет Робан, ставит хэдшот, но Робан пошел обратно сразу Ну как-то... Тема в том, что там еще просто в начале прострелы всегда даются ямы Луги, СВП хорош, с дефолта Двоих уже забрал, троих Ох, великое, остается тюльпан Ларсон И пытается здесь затюльпаниться Минус один дал Папа в коленку дал, больно Идет Зиг, сейчас спиной не боится выходить ковром такой Ой, щас, ну зашел, он уже закрыт, его уже не видно, если прижмется Что, хорошо смотрит-то? Долпа... Снэпи просто глаза маньяка какие-то И за нож сразу в спину, Долпан его не чувствует по таймингу Вот он, за нож Ох Долпан его не чувствует А, за нож СВП У него даже представления сейчас не было, то есть что произошло и кто куда разбежался Он узнал только две позиции Остальных даже догадываться не стоит, потому что это было бы глупо и трат времени Поэтому он сыграл как сыграл Но это в итоге 5-3 во второй половине, 12-11, а Nexus начинает немножечко настигать Разогнавшихся шведов и старичок Задумался Очень, очень равная игра, красивая И знаешь, знаешь, сейчас проигрывает игру и завтра новость Трэйс камбэк и НСК геймер За нож дом я сейчас, свой пас потерял мотивацию Оп, где? Был справа Кого? Нет Ай-яй-яй, пикселя Помогают в центре, всё нормально У меня тут без белого надо играть Ой-ой-ой, посмотри, там сразу же Вот это ты зря сделал Нормально Как бы у нас интернет не пропал Ничего не пропало, всё окей Хорошо Оп-оп, все тут Хорошо Я боюсь Там, на самом деле, хоть Снайп-1 на точке Он, он прячется Но он прячется и одного может забрать по-любому Ему достаточно будет, если сейчас будут дымы, просто зажать в эту позицию Многие минус, Робан и... Центр Снайпи может готовиться Ждём атаки, а там Деллпан пытается пройти сайфером Ой-ой-ой, Деллпан Деллпан чекнул Деллпан чекнул Тихо, Фан-фан Деллпан уже всех чекнул Ну, а Снайпи сменил позицию Перип тоже приходит, Деллпан минус Всё, Адоми известно Надо не запустить на белый Снайпи разыграл просто великолепно План Саид Форест ждёт сейчас просто, кому же деглом по башке Всё, Фан-фан Деллпан остался Да, на тебе пирожков от датской бабушки Это 12-12 А кто будет красной шапочкой? Красной шапочкой будет, конечно же, Павлик из Польши Ну, такая неплохая красная шапочка получится Не, это помнишь этот? Ахл, да? Айчель Ну, Ахл, а кто ещё там был? Подожди, там ещё такой вот... Инст, инст, инст В такой красной шапочке такой А, инст Инст, да Инст был в красной кепке Вот у него, вот он, красная шапочка Прямо был the best состав, Fnatic, между прочим, кстати Ну, его жёстко тролли в России, когда он на Code5 прижал, ну, ничего Потому что он, да, потому что полроссии в таких только чёрных И Украины тоже в то время было, так что, конечно Там был просто эпик Они не понимали, как... Ой-ой-ой-ой Эпики популярности был сяво, его протакшен жёсткий Вот сейчас ноги, кстати, мог дать дабл Б-бэйри, сплит на Б, ломи в центре За нож, минус, оп, ой-ой-ой! Яма, бомба, яма, это инфа, снэпи минус робан Шведы, шведы потеряны, гидрайт 1 хп Он теперь очень-очень будет сильно волноваться и, по-моему, ему... Ломи не поверил, он только посмотрел на бомбу прям в упор Такой, она у меня, доедешь! Она у меня, яань! Как это получилось, неясно В итоге фейс вышел с метла, его должны закрывать на два девайса Гидрайт обходит спину в яму, а ломи будет просто тусоваться на месте Бомба, мои мечты, гидрайт с 1 хп, конечно, здесь такой рэмбач ещё тот О, а ломи... Спасибо, гидрайт он за... Ломи минус, и всё, уход от бомбы, фейс А снэпи с КТ, а фейс знает, что он здесь, и всё, 40 секунд, теперь... Ну, опять это Санта Бар... Ну, вот, нельзя было все свои, не знаю, мысли собрать в одну корзинку и играть по ним Вот каждый сыграл, как бы, ну, не в своей роли One Axis Так, 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 так... А я прочекаю центр, а тут нет, тут фейс Надо было быть внимательным, в итоге Просто сыграли, я вот это хочу, я это хочу, я это хочу, и при том, что играли, скорее всего, просто передавая тупо инфу Так, спокойно, спокойно, фейс уже дал минус 2, такой, сейчас такой, вообще, упал мешок, прочекал Пукан, пукан на прилип и всё, как бы... Ну, он уже потихонечку уже понимает, что там, а там последнюю секунду тоже рискует такой тайминг от фейса Ой, хорошо, ну смотри, ждать Фейс, снэпи, снэпи фейс Фейс ушёл за столб, ну, ждёт всегда... Всё, не увидел... А, он ждёт в спину, да... Не увидел снэпи ничего И получил голову КСУ 13-12 youseko Беру траунд Ну, как они прямо здесь до Тринадцатого тут Какой матч просто, según матч Ака Sol Знаешь, на что похожа так Как бы... эту... эту половину можно хоть 협тоизовать-так Кто затупит преимуществом? На NaVi.. wikip... graduating... wikipediats やализм Ты можешь произнести Wikipedia var internet Я просто, вот Пытаюсь понять, что таки, как это перевести Можно просто Edas Ну как-то не звучит Ну да Ну все, 13-12 и GetRide ставит хэдшот Ну по крайней мере, если MoscowFight тут проиграют, то... Это будет звучно Под ноги двое уже снизу проползли Сейчас будет подсадка, хаешка, он заволновался И сейчас он может уже получать в нос Опс! Да тут без волнения просто Forest встал на тиммейта Сразу хэдшот, второй пошел! Какая люлька, какая люлька была сыграна Это было вообще? Что это было? Как разорвали с матча, там все попали Это просто несказано, что один раунд тяжело затащили А вот теперь давай ровно, давай, все, тыщ Ну разыгрыш 15-го раунда у Annexis Нет бабла, это очень-очень печальный аргумент Ну да, судя по тому, что они в защите, конечно, пора Собирать девайсы Разбирать девайсы Или вообще выключать комп Или продолжать тренироваться, не знаю, чем кто занимается Ну в общем, надежды практически нет Практически нет О, Annexis Но они все равно не отчаиваются Надеются Иберри станет так Шлокноушен пошел Ох, какой голливудский мувик У робана на экране Ну это как, знаешь, как это крутой называют? Сейчас скажу 5хсвсека Как-то он так пишет Ну типа герой мувика Я тут сыграл недавно Просто И мне прикололи Этой темой Только я точно не помню, как он называет такие моменты Ну это мрачные моменты И вообще Режиссеры Вы же иногда что-то смотрите, кто делает эти мувики Пожалуйста Пожалуйста Никогда в жизни не ставьте Против эко Мувики, да Да То есть, знаешь, там Мувики вроде бы 에ко Там типа Последние хайлайты какие-то смотрел Знаешь, там все круто в плане видеоэффектов Все окей, да Но Вкратце Хрен знает когда Хрен знает кто Делает минус 3 И потом еще минус 2 И вообще На хрен знает ком И потом хрен знает что И самое главное Приятного просмотра. В этот момент ещё должна быть такая муза. Да, 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 да. Дави. Отличные мувики. И так вот 90% мувиков по КСу. Да чё, вы все с ума посходили, что ли? Сделайте нормальный мувасик с тактичками, с кэтшотиками. Стоп, игроками, чёрт возьми. Всё, последний раунд, может быть, смотрим, что делает СК. Форест, сплита, 2 плюс 2. СК делают плов. Форест чекает дом, сейчас будет, да, 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 да. СК делают плов из Анексис, вот что я тебе могу сказать. Ну что, Ломи и Берри будем смотреть, да? Вот они на приёме, ой, минус Ломи, Берри, тапки тут тоже. Опа, в ковры ворвусь. О, хорошо, вошёл такой. Хорошо. Вообще, всё, не найти. Не найти, правда, здесь просто отправил его. И, ну, всё здесь, по-моему, ясно, как бы, если только Снэпи сейчас не уничтожит всех, заходя с линька. Ну вот один кривой дым есть, можно греть плент. Не, всё, вторая флочка полетела, он дым прям под тайминг замкнули. У него будет Аркад минус Снэпи, всё, последним у нас будет выступать за нож. Ну и его здесь надолго, я думаю, тоже не хватит. Его тут простреливают, рандомят, стреляют. Он там, бедняга, весь прям вспотел, ажа. Выходит, а тут три девайса, и это, друзья, 16-12. ВВшечка. Я пока, ребят, быстро даже, ну, наверное, сделаю дисконнект, потому что боюсь повиснуть, как в прошлый раз. Все просто... Делаешь дисконнект и выводишь, наверное, сюда. Да, статистику, извините, не посмотрим, к сожалению. Но ничего страшного, зато есть мы вот на камере, такие вот смешные ребята. И Барак Обама. Опять ты сказал. С кисяком. Тихо. Он курит сигару, вот видишь, такое. Да, да, конечно. Только не переводите, пожалуйста, слово, которое написано снизу. Черный парень, который в интервью не отрицал, что он употреблял марихуану в университете, курит сигару, когда является президентом Соединенных Штатов. Красавчик. Да у него там плантация под белым домом. Ну, а мы смотрим Fnatic Play, друзья, в студии Taffa и Slam. У нас небольшой перерыв. Мы будем смотреть сейчас последнюю игру сегодняшнего дня. Это будет интереснейший матч. Не, на самом деле мы просто с Taffa пришли к выводу, что матчи идут так интересные, но интересные, ну и не очень. Ну, я бы так не сказал, потому что есть мы, и если немцы сейчас начнут тупить, мы устроим им то, что устроили деды. Скоро вернемся. Ну, теперь, в следующем минуте. Финэ, Винфакт и немцы мои ревенши. Тут так тоже некрасиво говорить, немцы, извините. Мы вообще всех любим за мир во всем мире и за этот, как его, за Рохан, черт! Да, да, да. Спасибо за субтитры.